Приветствую вас, и мне бы хотелось поговорить о двух аспектах вашей проблемы. Значит, первый аспект касается того, о чем вы хотите поговорить с человеком, которого вам не хватает. Вот вы говорите, что нет человека, о котором бы хотелось поговорить. То есть, а вам есть о чем говорить? Вам есть, что предложить человеку? Для чего он вам необходим? Для чего он вам нужен? Что бы вы хотели получить от этого человека? И так далее. То есть, в чем заключается суть ваших потребностей, если угодно. Далее. Далее, наверное, нужно сказать так. Почему вы решили? Ну, или, точнее, с чего вы решили? Что человек, на которого вы возлагаете ожидания, обязательно будет им соответствовать. Ну, вот, например. Хотите вы пообщаться с кем-то? Ну, с каким-то человеком, да? Хотите вы поговорить, может быть, провести время, там, я этого не знаю пока. Тем не менее, с чего вы решили, что человек даст вам именно это, именно то, в чем вы нуждаетесь? Может быть, у него есть свои представления о том, каким и на каким должно быть общение. Понимаете, проблема заключается в том, что для того, чтобы общаться с человеком, для того, чтобы успешно налаживать и выстраивать общение с людьми, нужно, чтобы вы, как к саму цели, к этому не стремились. То есть, общение – это полезная, нужная вещь, это полезная сфера, это неопъемлемая сфера человеческой жизни. Но, делать ее самую целью означает ставить себя в зависимость от этого самого общения. От людей, которые могут вам это общение дать. И тогда несложно сказать, что, несложно заметить, что вам нужно, сперва, для себя найти некий баланс, некую уверенность в себе, некую четкую поведенческую линию, чтобы понимать, куда вы стремитесь, куда вы идете и так далее. Это первое. Второе. Ну, вот вы говорите, пытаетесь сообщать вас с ними, а они на любой вопрос кое-как отвечают, чтобы отстало и все. Получается, вас не ценят. Получается, вы себя не проявляете так, чтобы люди думали, что с вами интересно. Получается, вы никак себя не проявляете и ничего не делаете для того, чтобы проявить себя с их точки зрения. Конечно же. И тогда давайте спросим, почему? Насколько вы социально активны? Насколько вы уверенно двигаетесь к своей цели? Насколько вы стремитесь делать то, что нужно вам? Насколько вы добиваете своих целей упорно? Делаете ли вы это? Если да, то как? Нужно обязательно проанализировать ваше поведение, если вы это делаете. Если вы не делаете, то почему? Что вам мешает не делать? Что вам мешает делать это? То есть вот это все нужно проанализировать, это все нужно посмотреть. Потому что люди не ценят вас не просто так. Если они не ценят вас, значит у них есть на это основание. У них есть для этого мотив. И нужно этот мотив определить. Надо понять, что заставляет их так с вами себя вести. И в этом несете ответственность, надо сказать, вы тоже, к сожалению. Далее. Что вас объединяет с этими людьми? То есть не сложно проследить, на мой взгляд, не сложно проследить такую связь. Значит, люди не общаются с вами, потому что нет точек соприкосновения. Точек соприкосновения нет, потому что нет общих интересов. А общих интересов нет, потому что вас с ним ничего не связывает. Так давайте подумаем, а что может вас связывать с этими людьми. Давайте подумаем, что может вас с ними объединять. Попробуем выявить для себя этот момент. Попробуем определить его. И определить его по возможности правильно. Это такой следующий наш будет небольшой фонарик. Далее. Далее требуется сказать так. У вас нет парня. И простите. Говоря о парне, хочется сказать отдельно, что здесь действует, по сути. Те же самые нормы, те же самые, ну, вагономерности, что и я говорил до этого. То есть, если вам нужен парень, то для чего? Что вы можете своему парню дать, что вы можете своему парню там предложить, например? Почему, грубо говоря, ответьте себе на вопрос, почему мужчина должен быть с вами? Именно с вами. Почему он должен быть именно с вами? Чем вы привлекательны? Что вы можете ему предложить? Вот на этот вопрос и нужно вам ответить. Это очень важный момент. Ну и, конечно, было бы здорово, если бы вы, ага, было бы совсем хорошо, если бы вы сами для себя определили бы, какие у вас сильные стороны, какие у вас слабые стороны. в чем вы сильные, а в чем вы слабые. Попробуйте все это для себя выяснить. Попробуйте все это для себя определить. Попробуйте подумать, например, почему и как давно вы ощущаете, что у вас происходит такая вот ситуация. Как давно она у вас? И с чем связано, по вашему мнению? Ведь это, на самом деле, очень важно. потому что вы сами знаете, в каких обстоятельствах ключевых вы осуществляли те или иные поведенческие решения, которые и привели в итоге к тому, что вы сейчас имеете. и для того, чтобы нам с вами вам помочь, нужно определить, понять, какие обстоятельства, какие условия привели вас к тому, что вы сейчас имеете, к тому, что вы сейчас получаете. Это очень важно для вас. это едва ли не самое важное в том, что нам нужно сделать. Я говорю нам, потому что без обращения к психологу вам, к сожалению, не обойтись совершенно никак. Я не очень люблю это рекомендовать, но здесь, мне кажется, ситуация такова, что вы сами справитесь, у вас явно наблюдаются негативные установки, негативные взгляды на себя, выговорить как жить и так далее. Чтобы быть успешным среди людей, нужно в первую очередь определить, для чего вам эти люди, зачем они вам, что они, по вашему мнению, должны вам дать. Для этого нужно как можно лучше отдавать себя в том, чем вы для них собственно говорят ценный. Потому что если вы не понимаете самую свою ценность, если вы не можете эту ценность например правильно реализовать, то как все люди увидят вас что-то ценное. Люди увидят вас лишь то ценное, что вы сами пожелаете показать. Я не беру в расчет всяких проницательных людей и так далее, они редко что. Так что все в ваших руках. Возможно у вас есть определенные комплексы, сомнения в себе, страхи, проблемы с родителями, детско-родительские отношения являются одним из самых влиятельных факторов, которые определяют дальнейшее поведение человека. И вполне возможно, что придется проработать именно их. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. до 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 Продолжение следует...